Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре телескопические мочевки от компании Колмик. Называется Тайрон. Кто знает силовой телескопический мочев, всем известно, это Мавер и Винерфлейм. Скажем так, их кто-то называет баллонки, кто-то мочевки. Но суть в том, что это действительно достаточно легкая, но при этом силовая, не большая по длине удочка, которая закрывает, скажем, для рыболова вопросы поимки и вываживания крупной рыбы, карася на заросших прудах, карпа и тому подобное. Многие применяют на форель. Ну, приступим к обзору этих двух палочек. Значит, выпускаются они в длинах 4,30 и 4,60. Только две длины существуют у этой серии. И тест 10-80 грамм. Соответственно, они могут применяться по всей своей универсальности, что называется. То есть, я знаю людей, которые даже оснащают ими небольшие кормушки и ловят им практически как фидером, ориентируясь вместо ковертипа на вершинку. Потому что вершинки здесь достаточно силовые, а они пустотелые. Ну, хлыстики, так называемые, да. То есть, это табулярный, это не солидный хлыст. Но при этом он держит нагрузку очень прекрасно именно за счет того, что еще эта нагрузка распределяется полностью по бланку. Значит, как на всех дорогих удочках, хотя от Айрон это, в общем-то, не могу сказать, что по цене это очень дорого. Ну, относительно там, да, конечно. Значит, тюльпанчик и разгрузочные три кольца, которые одеваются на хлыст, они поставляются в пакете отдельно, для того, чтобы не было поломок при транспортировке. И дальше уже идут на каждом колене основное кольцо и разгрузочное подвижное. Ну, соответственно, да, сделаны колечки очень удобно в плане их толщины и зазора. Так что, когда вы складываете колено, вот видите, оно заходит, подвижное кольцо, в бланк. Но делается небольшое, создается расстояние между кольцами, соответственно, для того, чтобы вставки колец не бились. И это расстояние, соответственно, сохранялось и в чехле тоже. Снабжены удилища вот таким жестким пластиковым чехлом, в котором, в общем-то, оно не сломается, хоть даже на него наступит. Потому что чехол действительно очень достойный. По углю. Сколько там, какая маркировка угля, я не знаю. Ну, скорее всего, это в районе 30 тонн. Но здесь важность именно удилища не в легкости, как таковой, да, в его универсальности. Потому что, ну, согласитесь, при длине там 4 с копейками метров, ну, крайне тяжело сделать такую дубину, которую будет тяжело держать в руках. Значит, по катушкодержателю, огромный катушкодержатель с надежным, мощным ползунковым механизмом, в который входят даже десятитысячные катушки, как по ширине лапы, да, так и по толщине лапы. Соответственно, все сюда садится. Металлическая крышка сзади с резиновой прокладкой. Хлыстик меняется. С небольшим, кстати, усилением тоже эти хлысты идут. Ну, в случае поломки я имею в виду. Ну, поломки, на самом деле, вот на моей практике на них особо не случались. Потому что, действительно, удочка так спроектирована, что нагрузку она распределяет очень здорово. Я видел, ну, своими глазами, как вываживают на ней, на такие палочки 5-килограммовых рыб карпа, да, достаточно силовым, жестким таким вываживанием, когда палка хрустит, но не ломается. Поэтому удочки востребованные, повторюсь, можно даже оснащать аккуратно кормушкой, ну, для, скажем так, для кому это вот прям принципиально надо. Ну, таких немного, согласитесь, конечно. А в основном это, конечно, поплавочная ловля, поплавочная ловля, крупные рыбы на стоячих водоемах. Можно ли их применять на течение? Да, можно. Строй позволяет. Ну, построю позже, я расскажу, да, когда мы их разберем. Значит, по диаметру, давайте сразу скажу, диаметр комля 460-10-80 грамм, 19 миллиметров, ну, чуть ниже катушка-держатель я меряю, и, соответственно, 4,30 по длине будет 18, ну, там, 17,5, почти 18. Ну, и по весу, по весу, ну, повторюсь, не очень это, конечно, важно, но, тем не менее, для кого-то это нужно. Значит, вес 4,60 палочки, 244 грамма, кстати, очень даже, по-моему, прекрасно. И по весу тоже, учитывая то, что такая мощная палочка и небольшой вес имеет, 225, да, все, у меня ничто не касается, 225 грамм. 225 грамм, 4,30. На всякий случай, еще, если будут вопросы, измеряю колечко нижнее. Оно 15 миллиметров. Ну, соответственно, тюльпан я мерить не буду, но здесь тоже большое, я вот просто через пакетик смотрю, сколько здесь, ну, 5 миллиметров там, скорее всего, тюльпан. В общем, давайте разложим, посмотрим строй. Так, уважаемые друзья, значит, разложили мы их. Вот, Константин Михайлович мне поможет в нагрузке. Значит, первый у меня в руках 4,30. Повторюсь, колмик Тайрон, силовой телескопический матч, тест 10,80 грамм. Кто помнит, Мавер Винерфлейм, известный уже много лет. Вот, ничуть не хуже, если не лучше. Смотрите, вот, я специально вам показываю на камеру пропускные кольца, строй. Сейчас еще вот, смотрите, как я их держу. Тоненький бланк, кстати говоря, чуть-чуть скажу по поводу ручки. Она обрезинена, и вот этот комель очень приятен в руках, очень. То есть, он прямо вот прилипает аж, и это не будет скользить, соответственно, да, и тому подобное. Смотрите, какой жесткий строй. То есть, это быстрейшая палка, жесткая. И при этом очень с хорошим балансом, и легкая. Ну, давайте нагружаем. Смотрите. Опять же, упираюсь. Видите, как в комель. Специально вам на камеру все показываю. Вот, сейчас тяну сильнее. Ага, еще сильнее, 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 сильнее. И, ага, вот, то есть, выдерживает прекрасно. Ну, то есть, я, ну, так, с хорошей силой, я могу сказать, конечно, не с полной, но очень, очень, очень не слабо я сейчас тянул. Ну, значит, следующее. 4,60. Смотрите, построю то же самое. Тоже мощная, хорошая палочка, приятная. Опять же, нагружаю. Ну, аналог. Да, аналог просто подлиннее. В общем-то, и все. Очень рекомендую. Итак, друзья, посмотрели. Ну, мне лично очень нравится. Поэтому, вот, лично от меня рекомендую, действительно, к покупке. В отличие от некоторых удилищ, которые я хоть и освещаю в своих роликах, но говорю, что есть вопросы, стоит ли это вообще покупать. Да, здесь вот, кому для их условий ловли соответствуют эти палочки, это очень отличный вариант в плане цены, в плане надежности и в плане качества. То есть, у нас их берут с каждым днем буквально вот все больше и больше, прибавляются в геометрические прогрессии. Люди никто еще не возвращал. И даже по самим кольцам, по держаку, да, катушка-держателя, по лакокрасочному покрытию, по припреду, ну, видно, да, по коленам, как все это запекалось. Я просто это вижу, уже понимаю, да. То есть, здесь косячков быть, ну, если может, то крайне мало, крайне редко. Тем более, мы все удилища проверяем. Ну, и, господа, пару слов о чехле. Ну, более чем пару слов он недостоин, конечно. Ну, простейший чехольчик, но, в общем-то, для чего он дороже и нужен. Вы, не знаю, если в подарок, значит, там что-то упаковать, это надо как-то красиво. Ну, в общем, синтетический материал, достаточно прочный, с такой не очень качественной надписью, краской. Вот, но на завязках, без липучек. Поэтому, скажем так, простейший вариант, который, в общем-то, служит для транспортировки, чтобы удочка лишний раз не попачкалась. Запахи он впитывает. Этот материал я просто знаю, да, но плюс это качество, минус, соответственно, что запахи впитывает. Ну, в общем, я не видел особо часто людей, кто возит удилищ вот в таких транспортировочных чехлах, по большому счету. Это в магазине они часто выбрасывают. На всякий случай повторюсь, что бесплатные запасные части до двух штук в год получают каждый в период действия акции. Для этого нужно купить удилища у нас и быть подписчиком на социальные сети. Основное это YouTube канал, ВКонтакте и Telegram канал. Желательный это Instagram, Facebook, Routube. Бесплатная гарантия, бессрочная на весь срок службы удилища на заводской брак. В общем, пока все. Всего доброго вам. До новых встреч. И подписывайтесь и покупайте у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!